МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. С заботой о здоровье в поликлинике номер один прошел день открытых дверей, посвященный профилактике онкологических заболеваний у женщин. Путешествие в эпоху Петра I в Пушкинке продолжается проект Библионии. Выше радуги воспитанники секции автоспорта Центра внешкольной работы вернулись в соревнованиях в Касимове. Далее расскажем обо всем подробно. Граждане смогут получать некоторые льготы и пособия проактивно, то есть без обращения за ними. Вступает в силу закон, который позволяет выявлять нуждающихся в предоставлении мер поддержки с помощью сведений из Единой государственной системы социального обеспечения. Как отмечают в Минтруде, информационная система ЕГИСО должна стать платформой для взаимодействия между государственными информационными системами. Например, налоговая служба будет передавать в нее сведения о гражданах с низкими доходами и об их родственниках, что должно позволить установить состав семьи и понять, сколько денег приходится на каждого ее члена. Все это будут учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи, по которому органы соцзащиты определяют степень ее нуждаемости и, например, размер пособия или единовременные выплаты. Росреестр предоставит в ЕГИСО сведения о наличии недвижимого имущества, МВД о наличии транспортных средств, МЧС о владении маломерными судами. В Минтруде считают, что это существенно сократит сроки представления мер поддержки, будет обеспечен принцип социальной справедливости. Самих граждан будут информировать о возможности получения помощи в виде льгот и пособий, исходя из критериев нуждаемости, а государство сможет проводить анализ и мониторинг влияния мер поддержки на положение нуждающихся. Вновь после перерыва, связанного с пандемией COVID-19, в поликлинике номер один состоялся день открытых дверей, посвященный профилактике онкологических заболеваний у женщин. Благодаря совместной работе отделения медицинской профилактики, женской консультации и первичного онкологического кабинета пациентки смогли пройти диспансеризацию, посетить врачей-акушеров-гинекологов и послушать лекцию врача-онколога. Вновь после перерыва, связанного с пандемией COVID-19, в поликлинике номер один состоялся день открытых дверей, посвященный профилактике онкологических заболеваний. Его приурочили ко Дню защиты женского здоровья, который отмечают во всем мире 28 мая. Мы решили пригласить женщин организованных, это работники образовательных учреждений, которые редко могут себе позволить прийти в поликлинику в обычные рабочие дни, так как очень заняты на своем основном месте работы. И тема эта выбрана, ну не случайно, конечно, потому что хочется уделить этому особое внимание, чтобы женщины знали, что такое онкология, чтобы они не боялись этого заболевания. Онкология сейчас излечима, если на ранней стадии выявить заболевание и провести определенную профилактику. Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения. У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, рак шейки матки и рак яичников. К сожалению, многие пациентки обращаются за медицинской помощью, когда болезнь уже прогрессировала. Только регулярное посещение врача-гинеколога позволяет выявить болезнь на ранней стадии, вовремя начать лечение, сохранить жизнь и здоровье. Мы проводим гинекологический осмотр пациенток. Также женщин направляем на диспансеризацию, где им будет проведено УЗИ органов малого таза и маммография молочных желез. Рак молочной железы, как и другие онкозаболевания, у женщин стремительно молодеет. И зачастую только внимательное отношение пациентки к своему здоровью, умение пользоваться приемами самообследования, позволяет выявить злокачественную опухоль на ранних стадиях. Этой теме были посвящены занятия в рамках школы здоровья, которые провела заведующая первичным онкологическим кабинетом врач-онколог Елена Селезнева. Проводилось занятие на тему рак молочной железы и проводилось освещение факторов, на которые женщина может повлиять, для того, чтобы снизить риск развития рака молочной железы у себя, своевременно выявить информирование о самообследовании проводилось и информацию о том, куда женщина может обратиться в случае, если она выявила у себя какую-либо патологию молочной железы. Регулярная диспансеризация также позволяет существенно уменьшить риск развития наиболее опасных хронических заболеваний, сердечно-сосудистой системы, онкологических, сахарного диабета и органов дыхания. 15 июня в парке имени Зернов стартует летняя программа. Танцы, йога, игры, музыка и кино ждут посетителей в течение летнего сезона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство России одобрило законопроект, ограничивающий с 1 сентября 2023 года доступ граждан к получению водительских удостоверений. Нельзя, например, новичку будет открыть автобусную категорию «Д», не имея стажа вождения. А наказанным за пьяное вождение запретят сдать экзамен в ГИБДД в течение года после решения суда. Иностранцев обяжут обменять национальное удостоверение на российское также через год после получения вида на жительство или паспорта. Поправки в закон о безопасности дорожного движения рассматривали на заседании правительства. Источник коммерсанта сообщил, что проект одобрен для дальнейшего внесения в Госдуму. Выпускники школы теперь смогут узнать результаты единого государственного экзамена в личном кабинете на портале госуслуг. Итоги экзамена будут размещать в разделе «Документы» во вкладке «Образование». Чтобы увидеть их в поле «Результаты ЕГЭ» нужно нажать кнопку «Запросить». Они появятся в течение нескольких секунд и сохранятся в личном кабинете. В Минцифры напоминают, что первые результаты экзаменов уже известны. 17 июня выпускники узнают, как написали ЕГЭ по русскому языку, а 20 июня по математике. График обработки экзаменационных работ размещен на сайте Рособранадзора. Еще один брошенный и разукомплектованный автомобиль может отправиться на свалку. Он находится в районе дома номер 39, дробь 3 по проспекту Музруково. Его настоятельно рекомендуют убрать до 29 июня. Иначе машину эвакуируют на платную стоянку, а затем утилизируют. Более подробную информацию можно получить по телефону 97729. Последний царь и первый император. Путешествие в эпоху Петра I совершили читатели детской библиотеки. Накануне 350-летия государственного деятеля в Пушкинке прошло игровое мероприятие, где ребята познакомились с его биографией, преобразованиями и культурным наследием. Совершить путешествие в эпоху Петра I, узнать о том, как первый российский император изменил Россию и что нового привнес из Европы, ребята смогли на второй летней встрече в рамках проекта «Библионии» в библиотеке имени Пушкина. Познавательное игровое мероприятие приурочили к 350-летию со дня рождения реформатора. Нашим сегодняшним читателям мы предлагаем совершить небольшое историческое путешествие в Петровскую эпоху. Ребята делятся на четыре команды, каждый из которых будет изучать определенный этап жизни Петра Великого. Одни изучают детство, другие – поездку в Европу, третьи – преобразование в стране, а четвертые – культурное наследие. Каждая команда на своей станции составляла фрагмент ленты Петровского времени. А чтобы ее сделать, ребята разгадывали ребусы и шифровки, собирали пазлы, сопоставляли картинки, записывали на ватмане основную информацию, работали с текстами. На все это детям давалось 20 минут. В конце мероприятия все команды собрались вместе и представили друг другу свою тему, обменялись знаниями и таким образом полностью собрали ленту времени. Мне понравилось практически все. Я узнала очень всего многого, например, о том, что была введена новая военная форма для России, также при нем был возведен первый флот для нашей России, также я узнала, что мы отвоевали у шведов, ну, Прибалтику. Напомним, что мероприятие «Библию НИИ» проходит каждую среду в 14 часов в библиотеке имени Пушкина. В следующую среду, 15 июня, читателей ждет «Киноистория. Лето – это маленькая жизнь». Мероприятие для детей старше 6 лет. Светлана Ярунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В Нижнем Новгороде состоялся финал областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйвера роста». От «Саров» заявили 12 проектов. Программа клуба «Общение Лотос. Инклюзивная кухня. Про вкус» стала победителем в номинации «Развитие социальных лифтов» и единственная из нашего города получила грантовую поддержку. Клуб «Лотос» молодежного центра создан для общения людей с ограниченными возможностями здоровья. Для участников организации проходят информативные и полезные встречи, творческие мастер-классы. Вместе ребята отмечают различные календарные праздники и дни рождения. Проект «Инклюзивная кухня. Про вкус» создан для участников клуба «Лотос» в первую очередь, ну и для всех желающих молодых людей с инвалидностью и ОВЗ нашего города в возрасте до 35 лет. Этот проект предполагает собой проведение кулинарных мастер-классов, где молодые люди будут учиться готовить согласно правильному питанию. В Нижнем Новгороде прошел финал областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйвера роста». От СРО было заявлено 12 проектов, один из которых «Инклюзивная кухня. Про вкус» одержал победу. Конкурс проходил в несколько этапов. Первый этап – это был заочный. Нужно было написать проект в соответствии с теми рекомендациями, которые были унесены в положение по конкурсу. Отправить его на рассмотрение. И после этого уже часть отобранных проектов, они переходили на очную защиту. Организационная группа проекта «Инклюзивная кухня. Про вкус» планирует потратить полученный грант на закупку необходимого оборудования для приготовления блюд, на продукты, специальную одежду и на выпуск каталога с рецептами. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Назад в СССР. В Молодежном библиотечно-информационном центре открылась выставка объединения «Арт-позитив». Экспозиция приурочена к столетию образования Советского Союза. Старые елочные игрушки, посуды, черно-белые фотографии – эти вещи несут на себе характерный отпечаток эпохи Советского Союза. Они принадлежат участникам объединения художников «Арт-позитив» и дополняют новую выставку картин саровских мастеров в Молодежном библиотечно-информационном центре. Все работы посвящены воспоминаниям о жизни в СССР. На отдельном стенде портреты видных деятелей той эпохи. Помимо масляной живописи или гуаши, в экспозиции представлены рисунки, созданные с помощью туши. На выставке у нас представлены работы в технике пуантилизма. Это работы, выполненные Алой Ёлкиной, они очень интересные. Они посвящены маркам Советского Союза. И когда вы их посмотрите, то есть вы узнаете те события, которые были. Они связаны с космосом, связаны с народными праздниками. На всех работах предметы быта Советского Союза. Те, кто застал СССР, придя в Молодежный библиотечно-информационный центр, смогут вспомнить какие-то моменты из той другой жизни. К выставке «Арт-позитив» готовился долго. Не все художники помнят ту эпоху. Многие в 90-е были еще детьми. Люди включали фантазию. Вот, например, у нас представлены работы в технике кинусайга Ирины Поповой. Очень интересные работы, которые тоже показывают сельский быт, когда люди доели коров, косили сено. В то же время у нас кахузы очень хорошо были развиты. И работали, и трудились люди на селе. Выставка будет работать все лето. Посмотреть ее можно в часы работы Молодежного библиотечно-информационного центра на Московской, 11. Для лиц старше 6 лет. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В Касимове Рязанской области прошел второй этап открытого чемпионата и первенства по автокроссу выше Радуги. В соревнованиях приняли участие саровские спортсмены из секции автоспорта Центра внешкольной работы. Подробнее об успехах саровчан расскажем далее. Сергей Убелякову 16. Уже два года он занимается в секции автоспорта Центра внешкольной работы. Начинал учиться ездить на шестерках и копейках. В этом году дорос до баги и начал ездить с тренерами и ребятами из клуба на соревнования. В июне за рулем своего гоночного автомобиля Сергей завоевал серебро первенства по автокроссу выше Радуги в Касимове. Проезжали мы достаточно длинную дистанцию, которая занимала почти семь кругов. Впечатлений было куча на самом деле. Вся эта атмосфера, которая возлагается на тебя, дает очень яркие эмоции и незабываемые воспоминания. Для Виталия Дородного соревнования в Касимове были первыми. Юноша не занял призового места, однако это его не расстроило. Самые главные соревнования у него еще впереди. Виталий один из ветеранов секции и занимается с 11 лет. В этом году ему доверили управление спортивным автомобилем. Как на обычной машине у нас коробка механика, три педали. Трогаться все так же, только на соревнованиях по-другому нужно быстрее. Ездим, по сути, как на обычных машинах, на тренировках, но все равно приходится прибавлять где-то. Чтобы... Это спортивная машина, и нужно на ней не просто кататься, а ездить и добиваться каких-то целей. Помимо правильной и безопасной езды, ребят учат обслуживать автомобили, менять детали, проверять жидкости. На трассе рядом с гонщиком нет папы или мамы. Рассчитывать приходится на себя. К тому же эти навыки пригодятся потом, во взрослой жизни. Чтобы ухаживать за машинами, двигатель как устроен, учится водить. Раньше все умели водить. Вот тогда, помню, первый раз все с первого раза не тронулись. Но все равно волнение было, когда первый раз сели. Но так сейчас уже все нормально, все уже быстро ездит. Большое внимание в секции автоспорта уделяют безопасности. У каждого водителя баги специальный огнеупорный костюм. Бывает, что машины вылетают с трассы, но благодаря соблюдению всех требований, ребята отделываются легкими ушибами. Автоспорт – самый безопасный вид спорта. То есть они все едут в машине. Безопасность у нас как бы на гонке превыше всего. То есть они обязательно пристегнуты ремнями, в шлемах. Везде каркас безопасности. То есть они полностью металлические трубы у них все там закрывают. Сейчас юные гонщики вместе с педагогами Андреем Антроповым и Виктором Комаровым готовятся к соревнованиям в Арзамасе. Валиться в дружный коллектив секции «Познать все тайны автомобилей» могут ребята от 12 до 17 лет. Справки по телефону 98103 и на интернет-портале «Навигатор 52». Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» и социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова